Вообще не веселая, вообще не очень хорошая ситуация, которая может на самом деле произойти в принципе с каждым. Да, если говорить более коротко, то действительно меня наебали примерно на 3 миллиона рублей. Хотел бы также еще осветить такое качество, как доверие, что в этой жизни нужно 100 раз подумать перед тем, как доверить. Излишнее доверие, оно воспринимается как какая-то слабость. Итак, друзья, ближе к делу. Значит, конец мая, начало июня 2019 года, я заезжаю в свой собственный дом, в котором закончился ремонт. Когда дело подошло к тому, что мне нужен был ремонт, вот как бы человек, который, как я уже сказал, находился рядышком, как в близком кругу, он такой говорит, блин, у меня есть там знакомые ребята, как бы, как я это понял, да, что есть знакомые ребята, знакомая бригада, которые могут все это сделать, сделают вообще четко, быстро, при этом качественно, не возьмут лишнего. И вот тут начинается самое интересное, значит, за счет того, что человек, да, предложил, это реально чувак, который просто вот, ну, вот рядом, да, всегда близкий, реально кореш, как бы ты ему там, ну, вообще во всем плане, там, доверяешь еще что-то, ну, как бы, и, как бы, получается, да, начинается ремонт, озвучивается сначала одна сумма, да, то есть, ну, как бы, появляется смета на, да, там, отделку, например, еще что-то. И ты, как бы, ну, ты не знаешь даже цены, например, сколько стоит, а тут, типа, вот, как бы, вот, ну, как бы дешевле, видишь, типа, ну, мы реально предлагаем, я такой, бля, пизда, ну, а что, типа, дружбан твой предлагает, типа, показывает реальные цифры, думает, бля, ну, реально круто. Как бы, начинается ремонт, да, то есть, начинается, и самое интересное, да, то, что большая часть денег, да, она была передана именно вот этому моему товарищу, который находился рядом. То есть, вы понимаете, насколько я реально доверил, что-то же не пойдет не так, но я сразу скажу, с самого начала этот человек говорил, что он ни копейки с меня не взял. Значит, заканчивается ремонт, вот такой вау-эффект, я называю его, и, как бы, ты смотришь, блин, типа, вроде, да, вот, стена там черная, что-то тут где-то поклеено, смотришь, вроде, блин, прикольно, и, конечно, ты, как бы, и при этом у тебя, как бы, чувак, который рядом с тобой всегда был, вроде как контролировал все это, и ты его считаешь, да, близким своим, типа, блин, чувак, реально, там, спасибо, да, то, что ты, как бы, ну, блин, проконтролировал все это, блин, реально круто получилось. И вот тут начинается самое интересное, потому что, когда ты заселяешься и начинаешь жить, и проходит месяц, два, три, четыре, начинаешь замечать уже какие-то моменты, да, то есть, что-то, блядь, идет по пизде, что-то ты замечаешь, что-то не так, потом ты начинаешь думать, а вообще, типа, да, вот общая сумма там такая получается серьезная, а как это, типа, возможно? Потом ты слышишь мнение со стороны, да, то есть, людей, которые и разбираются в стройке, сейчас мы тоже более подробно это обсудим, и людей, которые просто, да, как бы, ну, там, на любительском уровне понимают, людей, которые вообще не понимают, то есть, говорят, блин, чувак, типа, Леша сюда приехал и просто охуел. Вот, то есть, это финальный, знаете, когда вот человек, ты понимаешь, который, блядь, типа, ну, реально шарит, он просто зашелся и говорит, блядь, чего, сколько, сколько, типа, этот ремонт стоил? Субтитры сделал DimaTorzok